Всем привет, это видеоблог. Это видеоблог. Так, Влад. Ну что, куда мы гоним, Кирилл? Короче, короче. Денек сегодня такой, ну очень. Дождливо. Великолепно. Давай мы немножечко. Главное, что мы ничего не придумываем. У нас нет какого-то четкого сценария. Мы просто что делаем? Давай объясним контекст вообще. Сейчас, давай микрофоны проверим, сначала работают они или нет. Да, ну что, Кирилл, скажи, какой план вообще? Давай сначала мы вообще представимся, чтобы было понятно, а что мы за два таких перца, которые вдруг снимают кино. Ну, просто введем в контекст, представимся. Вот если бы мы с тобой сейчас просто познакомились, как бы мы представились друг другу, да, и хоть мы уже знакомы с тобой почти уже полтора года. Вот. И не побоюсь этого слова, уже успели стать друзьями. Очень хорошими. Вот если бы мы просто сегодня встретились, я бы как представился? Я бы сказал, привет, Влад, я Кирилл, и я занимаюсь производством оборудования для индустрии гостеприимства. И основал в Москве производственную мастерскую ателье 19 грамм, где мы, собственно, производим это оборудование. А также сегодня являюсь руководителем производства в компании Six Simple Machines в Сиднее, в Австралии, где мы тоже производим оборудование для индустрии корика, для индустрии гостеприимства. Ну, в основном для кафе, кофеин и для работы, связанной с кофе. И также в моем портфолио есть несколько гастрономических проектов, кафе, ресторан с обжаркой, с пекарней. И поэтому я к индустрии кофейной, ну, имею такое отношение профессиональное. А ты что, Влад, вообще по жизни делаешь? Влад занимается дата-аналитикой, но любит вкусно поесть и выпить вкусный кофе. Это, собственно, один из основных интересов, который свел нас вместе. Да. Да, ну и то есть, получается, моя идея какая была, когда я предложил тебе снять этот пилотный, так сказать, выпуск? В чем была идея? В том, что я, как человек, с одной стороны, непосредственно связанный с индустрией и, как бы, с профессиональной точки зрения могу дать какую-то оценку. А ты, как человек, который потребляет продукт, сервис этой индустрии, то, что она, собственно, выдает. И помимо этого, ты еще и любишь кофе, насколько я знаю. И чтобы мы, вот, собственно, в рамках этого выпуска, какой у нас формат, мы с тобой просто хотим... Я хочу тебя отвезти в несколько заведений, где мы попробуем напитки и... Напитки, звучит, конечно. Где мы попробуем напитки, которые там предлагаются. Я думаю, что это будет черный кофе обязательно, молочный кофе и, может быть, какие-то авторские. Араф бы? Если мы найдем. Вот. И вообще покажем, что вообще в меню представлено здесь, какие цены, как вообще работают ребята, какое оборудование используется и как это устроено. И дадим свою оценку вообще тому, что мы сможем наблюдать и что мы сможем получить. Но если что, мы в Сиднее, в Австралии. Да. Поэтому Кирилл водит праворульную машину, едем мы по левой стороне дороги. И у нас сейчас июль месяц и это зима. Вот что еще немаловажно. Да, поэтому Кирилл в шапочке. Поэтому погода у нас, несмотря на то, что зима мягкая, но зимняя, прохладно. И самая погода, самая классная погода, чтобы как раз немножечко, может быть, согреться хорошим кофейком. Ну, погнали. Вот, смотри, как красиво. У нас первое заведение это Don't Bake Goods. Но здесь, помимо Don't Bake Goods, нам на самом деле... Мы же пришли кофе пробовать. Здесь находится также обжарка вот таких обжарщиков, которые... Так, где название этих обжарщиков? The Little Marionette. Времени, получается, 9 утра. Вот такой вайп заведения. Как Доти Рояст. Ты Доти или Рояст? Я заказал эспрессо, капучино, флэт уайт и бетч или фильтр кофе. Кстати, бетч, ребята, нам не посчитали, сделали скидку, потому что я сказал, что я работаю в Сексикл Машинс. Они такие, о, чувак, мы тебе бетч, тогда за наш счет. Это приятно. Давай, расскажи нам, Кирилл, что ты... Так, рассказываю. Ну, эспрессо, бетч брю. Эспрессо у нас на Single Origin Beans, Индонезия. А бетч брю на Руанде. Два молочных напитка, капучино и флэт уайт. Это очень вкусный эспрессо, на самом деле. Прям яркий, классный вкусный, вкусный, сладенький. Я прям топ. Вот так вот, прямо сходу залетели. Попробую. Это кофейня при обжарке, то есть у ребят производство находится здесь же. И по местным меркам, по-сиднейски, The Little Marionette. Ну, они такие, как средние руки, наверное, обжарщики. То есть у них хорошие продажи, хорошие объемы. Но не так, чтобы прям они какие-то были массовые. Собственно, я еще приятно удивлен, что мы попали без очереди. Обычно здесь еще очереди стоят, как мы знаем, с тобой. Да, но мне кажется, сегодня погода такая, как бы снижает немножко трафик. Приехали мы довольно рано, да? Поток, да, я думаю, что сейчас к 10 часам начнется, наверное, более такая интенсивная работа. Попробуем фильтр. Ну, фильтр, на мой взгляд, немножечко такой пустоватый. Пустоватый? Пустоватый. Комси-комса. Я бы, наверное, за таким фильтром не вернулся. Он немножечко, мне кажется, уже подостывшим. Ну, надо сказать, что здесь еще мы сидим достаточно прохладно в помещении. И все быстро остывает. И продувается еще все. Да. Поэтому, если не пить напиток и сразу, то он быстро достаточно становится уже таким теплым. Ну, давай, я тоже попробую. Попробуй фильтр. Твое мнение. Вообще, бэдж-пру это мой любимый напиток. Я его в основном пью. Хотя, у меня такая, типа, что-то вот у меня странное. Я утром люблю флэт вайд. Ну, типа молочный. Я вот после обеда вообще молочный не могу пить. Обычно, если мы выходим с коллегами прогуляться, я либо беру бэдж, либо эспрессо. Я понял, о чем ты говоришь. Мне кажется, что на входе он клевый. То есть, он очень вкусно пахнет. Да, у него аромат, но аромат не перешел во вкус. И вкус чувствуется. У него есть потенциал. Просто он как будто сильно туда, ну, его как будто сильно разлили водой. Но очень водянистый. Аромат не перешел во вкус. И это может быть либо связано с тем, что, да, либо рецептура заваривания. С этим можно что-то попробовать сделать. Либо, может быть, при обжарке с зерном. То есть, по ароматике чувствуется, что зерно классное. А этот, как в винных дегустациях, у нас будет ведром куда всплевывать? Давай расскажем. Смотри, видишь, что произошло уже с капучино. Да, ну, оно уже освоилось, но нормально. Нам промолоченные напитки, что можно рассказать? Вот у нас здесь стоит флэт вайт и капучино. И что такое флэт вайт и капучино в Австралии? Флэт вайт и капучино – это, как видно, напитки одного объема. Более того, я скажу вам, что в чашках одно и то же, за исключением того, что капучино в Австралии, он посыпается какао, какао с сахарной пудрой. Вот. И поэтому он имеет такой темный окрас. И это чисто австралийская фишка. Ну, еще в Новой Зеландии такая же история. Вот. То есть, перед замешиванием молока в чашку сыпется какао, и уже дальше вливается молоко. Вот. Мы когда делали наш ресторан «Белок», у нас была такая история, что у нас в меню мы делали капучино в австралийском стиле. То есть, мы делали… В Москве мы делали просто капучино. Это был нормальный, обычный капучино, сбалансированный, вкусный. А можно было заказать капучино в австралийском стиле, где мы делали капучино с посыпкой какао. Он, кстати, вот здесь тоже латте-арт уже такой куда-то поехал. Это как вообще нормально? Да, это нормально, потому что он уже… Ну, уже не быстренько, уже прошло мы сколько? Порядка пяти минут, наверное, седим. Он долго стоял. Но температура в помещении способствует тому, что напиток быстро остывает и расслаивается, и поэтому пенка отходит. Разницы между капучино и флотлайтом в австралии практически ее нету. То есть, и там, и там у нас будет одинарный шот эспрессо. И даже с точки зрения приготовления, например, в нашей практике, как мы делали, да, то есть флотлайт предполагается, что это будет напиток. Ну, он, скорее всего, будет в другой посуде. И по соотношению кофе и молока и молочной пены это будет напиток, кардинально отмечающийся от капучино. В Австралии париться не принято, поэтому капучино и флотлайт – это одно и то же, просто капучино посыпается в какао. Как отличить приезжего человека? Это тот, кто… Приезжего где? Здесь или… Да, приезжего здесь. Да, приезжий заходит и говорит, мне капучино, ну, чоколад. Вот, капучино без шоколада. А потом, когда ты уже ассимилируешься, ты начинаешь говорить, мне флотлайт. А те, кто берут латте, это кто? Потому что, если что, латте здесь тоже такой же, как и вот эти латы. Да, надо сказать, что латте здесь точно такой же, как и капучино, и флотлайт только подается в другой посуде. А расскажи, Кирилл, пока про вот эту, про аппарат. Может быть, просто быстро. Это вот всегда такой шкаф большой? Внизу это вот все, все это ваша машина? Или это что-то просто еще дополнительное есть? Нет, там внизу, то есть по размеру сама эта штука, она вот как бы вниз так же по ширине примерно, как вот два этих крана. Просто внизу стоит такая, такой держатель для термосов. И, ну, и скорее всего, у них еще там рядом стоит, так как это мобильная тележка, рядом стоит. А, ну, у них там лежит запас кофе, и там стоит, скорее всего, еще какая-нибудь емкость, куда, ну, сливается дренаж. Вот, небольшая емкость. И, то есть, по идее, как бы вся эта история может быть в два раза меньше по ширине, но по высоте, ну, да, она вот такая. И ты говорил, что вот на этих дисплеях можно еще показывать, да, там что-то, ну, типа, что за зерно, какую-нибудь историю рассказать. Да, здесь у ребят, они там сильно не заморочились, да, и у них, например, просто подписаны краны, что есть Colbrue, есть HotBatch. А можно, помимо этого, да, еще крутить, в принципе, информацию. Ну, то есть, наверное, это может быть чуть сложно, если у тебя каждый день там меняется, да, и тебе нужно там каждый день обновлять заставку. Ну, но, да, ты можешь просто, вот вместо того, что у них, да, там, они мне дали вот эту карточку, например, да, чтобы рассказать, что это за зерно, описание там всей истории, начиная от фермы, высоты произрастания, и про самого фермера, и регион, и про способы обработки, а по сути, как бы, вся эта информация, она как раз-таки может быть просто показана на дисплее, и как бы ты можешь там пока наливаешь, или там, если тебе нужно, интересно, ты постоял, посмотрел, почитал, и тебе уже на такие карточки не надо тратить. То есть, по сути, у них, как бы, есть уже и дизайн, есть уже вся эта информация, и просто они могут каждый там... Плюс digital это все, ты считаешь? Да, они могут это digital все выгружать, причем, чтобы выгружать, это просто там с телефона ты подключаешься к экрану, и с телефона туда загружаешь всю эту информацию. Короче, все модно, молодежь. Ну, такой, да, постмодернизм. Так, мы с тобой посетили первое место. У нас в плане еще два, если нас хватит, и если нас изнутри... Если нас кофейновый трип этот не... Не заведет в Москву. Не опрокинет. Приятное место. Приятно очень, конечно, что ребята сделали скидочку на бэдж. Ну, такие дружелюбные, прикольные парни. Эспрессо был очень вкусный. Бэдж оказался тоже, на самом деле, вкусный, когда горячий. Ну, молочные напитки, как бы, трудно оценить, потому что они немножко уже постояли к моменту, как мы их на сервисе подустали. Вот. И классный круассан мы отъедали. Вот такое резюме этого заведения. В принципе, я получил удовольствие. Едем дальше. Кофейня находится в районе Мэриквилл. Оно Кофе. Кофейное меню здесь. Оно Кофейное меню здесь. Оно Кофейное меню здесь. Оно Кофейное меню здесь.